приветствую вас на своем канале брак в дании и сегодня у нас очень очень интересная тема это электронная виза в россию для иностранцев очень много вопросов ходит по форумам особенно женщин замужем за иностранцев за иностранцами которые спрашивают можно им ехать этим мужьям иностранцам в россии нельзя какая виза где получать сколько стоит на сколько дней если проблемы на границе и т.д. и т.п. значит я рассказываю своего опыта уже не первый раз мы получаем визу электронную для алекса он гражданин германии у него только немецкий паспорт 2 гражданства него нет и мы ездим на своей машине с немецкими номерами через польшу в калининград поэтому абсолютно неважно вы летите едете или как то еще визу можно получить сидя дома за компьютером это занимает минимум времени усилий но не не скажу что это очень дешево но тем не менее наверное дешевле чем тратить время на дорогу ездить там в бон или куда-то еще в консульство подавать заявление единственный минус этой визы что она отдается всего лишь на 16 дней минус день дороги туда день обратно то есть по факту две недели иностранец может безвыездно прожить по ней в российской федерации то есть если вам нужно на более долгий период конечно электронная виза не подойдет это нужно уже через консульство собирать в огромный пакет документов подавать все это дело сразу скажу что если вы в браке то муж ваш иностранец может получить частную визу то есть не туристическую частную визу в россию через консульство на целый год и он даже может целый год жить официально законно в российской федерации но вдруг у вас какие-то долгосрочные дела вы заходите на сайт electronic-visa.kdmid.ru и все здесь написано кстати сайт на английском и на русском уж извините если кто-то не владеет ни русским ни английским придется переводить на немецком здесь ничего нет кстати я тоже читала эти вопросы типа как же бедный иностранец бедный немец должен заполнять анкету на русском или английском языке значит бедный немец должен учить английский мы же как-то заполняем документы на английском и на немецком значит здесь во-первых перечислено 55 государств которые могут получить граждане которых могут подать заявление то есть это не для всех там 200 стран земли есть ограничение если вы из какой-то особенной страны почитайте можно ли вам вообще дальше не через все пограничные пункты пропуска может иностранец выезжать по электронной визе здесь также есть прям пункты пропуска но если вы прочитаете там огромный список я не знаю блин через какие нельзя практически через все можно и лететь и ехать дальше 4 календарных дня занимает рассмотрение ваш онлайн заявки на четвертый день уже приходит вам виза то есть вы просто распечатываете в виде бумажки и сохраняйте на телефон лучше бумажка я вам советую чтобы на границе было меньше вопросов и все и высоты бумажка едете не нужно никаких приглашений оформлять не нужно оформлять никаких этих поручений платежных выписки из банка справки с работы родственные отношения то есть он делает просто туристическую визу абсолютно не важно женаты вы или он едет один или с вами за ручку это все не важно ну и конечно же вы можете это подать круглосуточно и кстати проверка документов идет тоже круглосуточно слава богу это не германия там люди работают и ответ может прийти даже ночью поэтому ждите заполняйте значит вы нажимаете кнопочку 1 заполнить заявление там написан огромный вот такой вот список ответов на все самые гениальнейшие вопросы как что где писать что указывать что подобное у нас была проблемка с оплатой и я знаю что потому что мне женщины разные писали в инстаграме в директ что у них такая же проблема возникала не проходила оплата ни по каким картам то есть у нас немецкие карты мы испробовали и виза и маэстро и мастер и все что угодно никакие там paypal они не принимают и у нас не получилось оплатить сайт выдавал ошибку я написала всех поддержку они сказали да действительно у нас временно какие-то сбои в системе платежей почему да потому что это идет не напрямую в россию так как сейчас в россии заблокированы все эти международные переводы они там в каких-то юанях или еще чем-то принимают там вообще какая-то схема мутная в общем вы увидите что там даже не в евро не в рублях там какая-то валюта черт пойми какая мне кажется либо они в дубайском банке счет открыли в китайском ну что-то вот странное в общем не пугайтесь это все норм так и должно быть в юанях заплатить не страшного там сконвертируется поэтому кстати цена немножко варьируется то 48 то 49 евро то 50 там зависимости от курса этих всяких дирхамов в общем если у вас не получилось провести оплату не пугайтесь пишите в техподдержку они очень быстро отвечают и по-русски по-английски как хотите и решают эту проблему у меня в течение суток пришел ответ они все поправили и слава богу не только у меня на всех остальных заработала мы оплатили получим дальше значит приходит вам на четвертый день уведомление распечатали все если вдруг вы накосячили в анкете и что-то пропустили не заполнили или заполнили криво косо хотя анкета сделано так что она вас не пропустит дальше если вы что-то сделали так но вам придет в любом случае мы типа что-то исправить мы еще долго мучились фоткой потому что он придирается про качество фотографии хотя бы фотку из дома на фоне белой стены на телефон сфоткали мужа но там прям надо какие-то особенные пикселей яркость контрастность то есть ну прям надо стараться размытые фотки старые какие-то для сканированные или перефотканные телефоном с бумажки точно не прокатит придется фоткаться у стенки ну еще из этой прекрасной визы вы идете через пограничный пост показываете его немецкий паспорт ну иностранец показ немецкий паспорт и вот этот вот вкладыш визу на листочке а4 там будет фотка и данные и qr-код и там все написано кто куда зачем едет никаких проблем с переходом границы нет элементарно потому что это не нововведение это визу существовал давным-давно еще до времен корона она прекратила работать то есть россия перестала выдавать электронные визы и настрюгом двадцатом году вместе с наступлением локдауна и корона и всего такого и вот буквально в августе 23 они опять начали выдавать электронные еще работаю все прекрасно на границе все в курсе что это такое я вам желаю успехов в получении визы не верьте никому кто говорит что это невозможно кого-то не впускают не выпускают забирают конфискуют и так далее все вранье все прекрасно подавайте платите и счастливого вам путешествия в российскую федерацию еще больше полезной информации вы можете узнать не только на нашем youtube канале где кстати каждую пятницу выходит новое полезное видео не забудьте подписаться в наших социальных сетях это instagram telegram тик ток подписывайтесь и следите за обновлениями о браке в дании и об иммиграции в германии